Всем привет, вы на канале CryptoCommons и вопрос сегодняшнего видео это, конечно, ходл или не ходл. Потому что, конечно же, если цена пойдет наверх, то если вы здесь зашли, то надо держать эту позицию, но если она пойдет вниз, соответственно, то эту позицию держать не надо, правильно? И я сейчас говорю больше, конечно, с трейдерами, потому что ходлеры в любом случае, я думаю, будут рады таким ценам. И если мы сходим еще ниже, для ходлеров будет все равно что-то вот такое в долгосрочной перспективе с выносом гораздо выше, чем они купили. Это что касается ходлеров. Но что касается трейдеров, конечно, мы не хотим с вами сидеть в убыточной позиции. И, с одной стороны, биткоин упал в зону глобальнейшего интереса. Посмотрите, у нас все еще не сломлена бычья дивергенция, и мы сделали этот ложный закол, потенциальный ложный пробой, то есть двойное дно с медвежьей ловушкой, достаточно распространенный паттерн на биткоине. Если мы сейчас отпрыгнем обратно и закрепимся снова над уровнем 19, там плюс-минус, округлено 20 тысяч долларов, и тогда, да, можно говорить о бычьем сценарии, о том, что это действительно бычий дивер, который отработает, если RSI не перепишет вот этот вот low, а цена отскочит. Но, опять же, красная точка на сайфере. Все в дикой панике. При этом смотрите на S&P. S&P вообще отлично себя чувствует. S&P отбилась, пошла наверх. Правда, не забывайте о том, что она, в принципе, уже обновила свой вот этот low. То есть биткоин по аналогии с S&P сейчас может быть где-то вот здесь как раз. Поэтому, что лично делаю я? Ну, конечно же, дисклеймерный финансовый совет. Я держу лонги, друзья. Да, кто смотрел вчерашний стрим, меня тоже ликвили, как виднуло, на большую часть счета. Ну, это абсолютно мои ошибки, и у каждого из нас они случаются. Поэтому трейдинг – это очень рисковая тема, вы знаете это. Поэтому я вас призываю, лучше просто ходите, покупайте и держите в долгосрок. Но если вы все же хотите трейдить, то это можно делать на Bybit и на наших других любимых биржах. Ссылки, которые вы найдете в описании, друзья. Вот. А поскольку трейдинг – это тема такая, тут типа поднял несколько иксов, потом спустил 70%. Ну, это смотря у кого какой риск-менеджмент, конечно. Я говорю про маржинальный трейдинг. То надо это понимать. И важно также, надо понимать то, что тут можно как заработать, так и потерять. И поэтому очень важно, ребята, под рукой всегда иметь вот такую флешку. Только такая флешка, ну или какой-то хотя бы более-менее прохладный кошелек вас спасет в трудную минуту. Это надо понимать и большую часть позиций ходлить. Вот. А у меня вот такой вот view. И мы продолжаем графиком. Вот. И видите, началось как раз, пока я это вам рассказывал, началась паника. Мы снова валимся на 15 минутках. И вопрос на засыпку ходл или не ходл. Поэтому напишите в комментариях, ходлите ли вы? Ходлите ли вы крипту на холодных кошельках? И любите ли вы ходлить свои маржинальные позиции? Что еще? Лайткоин улетел. Прилично, да? Ну и сложился тоже. Нифига себе у него амплитуда. Лайткоин сходил. Конечно, очень весело вот здесь. Но при этом не переписал low. Смотрите. Что это было сложно сейчас разобрать? Возможно, пробой контртрендовый, если закрепится сейчас и пойдет выше. Но будем смотреть. Смотрите, в данную секунду вообще все дампит. И почему так? Потому что здоровая коррекция. Смпиха пошла вниз. А крипта еще даже не отросла и пошла вниз. Короче, ребята, очень интересная развилка нас ожидает. Напишите в комментарии, что вы думаете, какие монеты вы накапливаете. Я постепенно снова разгоняю торговый счет меньшим количеством контрактов, соответственно. Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы у нас новенький. И индекс доллара. Давайте глянем. На часовике. Но он валится. Все нормально. Для крипты должно быть. Но в какой-то момент он отскочит сильно. Часовик уже перепроданный. Четырехчасовик тоже перепроданный. В какой-то момент индекс доллара отскочит. И в этот момент крипта может еще показать снижение. Доджкоин. Ну, в принципе, все, как я и говорил, что это медвежий памп. И, скорее всего... Скорее всего, обратно мы идем. Короче, посмотрим. Не финансовый совет. Дисклеймер. Все ссылки в описании. Но доминация смотрит, походу, в сторону альтсезона. Доминация смотрит в сторону альтсезона и готовьтесь, походу, будет жарко. Всем профитролей. До следующей встречи. Пока.